Дом, в котором я жила В каждой семье были дети и друзья нашлись очень быстро, так сказать, дружили всем двором. Район был спокойным и родители за нас никогда не переживали, да и мы не уходили далеко от дома. Единственный минус, как нам тогда казалось, это окраина города, но и до кладбища совсем недалеко. Все было отлично, до того момента, как на чердаке нашего дома, а чердаки тогда всегда были открытые, нашли повешенного молодого парнишку, который служил в военной части в нескольких сот метрах от дома. Признаюсь честно, солдаты там в прямом смысле слова выживали, частенько ходили по квартирам и просили поесть, а порой избитые. Почти в каждой семье нашего дома был свой солдатик, которого кормили. В общем, все у них там плохо было, и этот повешенный, видимо, не выдержал голода и жестокой дедовщины. Тело обнаружила местная бабка-уборщица, которая раз в несколько дней убирала дохлых голубей на чердаке. После того, как вынесли труп, началась твориться чертовщина. У некоторых жильцов в квартирах начали происходить странные вещи, которые взрослые не видели и не замечали. Нашу семью эти странности пока обходили стороной, и я не верила в россказни сверстников и даже подшучивала над ними. Чудовища привидений нет, думала я, и все они выдумывают. Кто-то рассказал про молодого парня, которого многие видели у себя на балконе курящим. Кто-то, что он просто стоит в проеме и смотрит, как ты засыпаешь. И это при всем при том, что в тот момент мы дети не знали, что в нашем доме произошел суицид, какие нормальные родители об этом расскажут. Через несколько месяцев к нам во двор наведались милиционеры по поводу военной части и по поводу этого солдата. Показывали его фото. И тут, конечно, все узнали о произошедшем. Я, моя подруга и несколько мальчишек сидели в тот день на лавочке, играли и общались. Вышел милиционер из ближайшего подъезда и направился к нам. Показал фото. Никто этого солдатика никогда не видел. Никто, кроме одного мальчишки Степы, которому было тогда 4 годика. В тот день его старший брат оставил его с нами на лавочке, а сам пошел в магазин. Он, увидев снимок, побледнел и заплакал. А немного успокоившись, выдал фразу, от которой милиционер был в шоке. «Этот дядя ночью пугает меня». Но, естественно, начались вопросы у детей к родителям, после чего родители писали даже заявление, что маленьких детей привлекают к этому делу и так далее. Со временем дело замялось и про него все забыли, но до поры до времени, пока второй солдат не повесился, только уже в подвале средь бела дня. Мне было тогда лет 7. Никогда не забуду, как родители загнали меня домой и запретили к окнам подходить. И после этого случая моя подруга стала вести себя как-то странно. Редко ходила гулять, просто сидела на балконе и не разговаривала. Мне было очень тоскливо без нее, ведь она моя лучшая подруга, и надо было обязательно у нее узнать, что с ней такое. Однажды я пришла к ней. Она явно была недовольна, знала, что буду расспрашивать, но она мне все рассказала. Окно ее спальни находится прямо над входом в подвал. Живет она на первом этаже, и она видела, как молодой человек зашел с толстой веревкой в подвал. Она видела, как его труп вытаскивали оттуда. Она все видела. И в ту ночь ей приснился сон, как этот парень винит ее в том, что она не рассказала взрослым, не спасла его от этого, и он ей сказал, что теперь она спать спокойно не будет. Конечно, для семилетней малышки это был просто ночной кошмар, который бывает на почве увиденного. Но не тут-то было. Каждую ночь кто-то скребет снизу из подвала, прямо под ее кроватью, настойчиво не переставая. Она знает, что это он, тот солдат. Но я в очередной раз не поверила. Сказала, что она накрутила. Мало ли что может скрести. Таким я была ребенком. С детства мне дедушка говорил, что никаких чудовищ и привидений нет, чтобы я спала спокойнее. Вот я и не верила. Подруга стала спать с родителями, и все снова позабылась. Но опять в нашем доме случился суицид. Только погиб уже не солдат, а молоденькая девушка, невеста. В тот день за ней должен был приехать жених. Выкуп и все дела. Но он не приехал. Сотовые в середине девяностых были большущей редкостью. Никто не знал, где жених и приедет ли. Естественно, у девчонки помутился рассудок. Сказала родителям и гостям, что пойдет его встречать к дороге. А сама сиганула с крыши нашего дома. Падала она у всех на глазах. Никогда не забуду это белое платье и фату, которая сорвалась при полете. Все было как замедленной съемки. Падение, удар. До сих пор для меня остается непонятным, почему не закрыли после всех этих случаев чердаки и подвалы. Как потом оказалось, кто-то узнал, что жених и его друзья сильно напились в ночь перед свадьбой и просто спали в то время, когда она умерла. После этого случая в нашей квартире происходили странности, в которые мне пришлось поверить. Родители мои работали до вечера. Мама приходила домой в 4-5 часов, а папа позже. Весь день мы с сестрой сидели дома одни, либо шли гулять после обеда, а все утреннее время наводили порядок. Так вот, после того, как я мыла посуду, я складывала все столовые приборы на полотенце на столе, чтобы они подсохли, а складывала я все по рядам, вилки, ложки, ножи. Я заметила, что после того, как все уйдут из кухни, приборы перемешивались в кучу. Это при том, что даже не было слышно звона и звяканье. Ничего. Мы с сестрой всегда были рядом и не подозревали друг друга. Но это были еще цветочки. Со временем в нашей квартире путались не только вилки, ложки и ножи, а также одежда, обувь, хрусталь на полках стенки, мамина косметика и папины инструменты. Мешало все, что только может мешаться. Родители, конечно, вызывали священника. Он осветил квартиру и ушел. Все прекратилось на время. Однажды ночью в родительской спальне раздался звук, как будто кто-то скребет по стене, а комната угловая, с той стороны, где стена улица, а жили мы на втором этаже. Просто теоретически никто не мог скрести снаружи, значит изнутри. По той стене у нас стоял шкаф с одеждой. Сначала думали, что мыши в нем завелись, но мама перебрала весь шкаф и ничего. Позднее мы стали слышать по ночам топот маленьких ножек повсюду, по полу, стенам и потолку. И явно происходило это в нашей квартире, а не у соседей. Так продолжалось год. Мы свыклись с такими неудобствами и перестали обращать на это внимание. На тот момент мне было уже 11 лет. Никаких привидений мы не видели, как рассказывали мои друзья. Но однажды ночью я проснулась от того, что почувствовала, как кто-то потянул меня за волосы. Я думала, что это моя младшая сестра будет, что принести ей воды или отвезти в туалет. Я повернулась к ней и увидела, что она спит. Сначала я думала, что она просто шутит, но я заметила небольшое движение в ее ногах, повернула голову и увидела того, кто бегал по дому. Это был маленький человечек, рост примерно 50 сантиметров, как игрушка. Сидел у моей сестры на кровати и смотрел на меня. При свете фонаря я ясно видела, что она улыбается. Тут я закричала. Сестренка проснулась и, увидев это нечто, сразу заплакала. И оно как будто испарилось, исчезло. Прибежали родители. Мы им рассказали. И они, конечно, не поверили. Просто забрали нас к себе спать, потому что мы отказались спать одни. Этого человечка я видела всего раз. Больше он не приходил к нам с сестрой. Прошло время. Все ночные кошмары забылись. Я даже сама поверила в то, что мне просто это приснилось. Родители решили переехать. В то время многие уезжали из Казахстана в Россию. Наша семья была не исключением. Помню, как мы выезжали из этого дома, как собирали вещи и перебирали жить на время к бабушке. Я также не забуду и то, как родители ночевали там последнюю ночь. И то, что папа рассказал маме с бабушкой, закрывшись от меня на кухне. Но дети народ любопытный, и я все подслушала. Теперь со слов папы. Управились мы со всеми делами вчера пораньше и сразу легли спать. Заснул я быстро. Только вот спалось мне неважно. Как будто кто-то ходил по квартире и плакал. Скреб по коробкам с вещами в коридоре. Как только я вышел посмотреть, все стихло. Вернулся в комнату, лег, закрыл глаза. И думаю о том, как мы устроимся на новом месте. Как вдруг чувствую, что кто-то залез на грудь и уселся. Чувствую комок этот на груди. Сначала подумал, может кошка какая пролезла, когда мы коробки из дома выносили. Но не успел я подумать об этом. Как маленькие ручонки схватили за горло и стали душить. Открываю глаза и вижу маленького человечка. Он беззубым ртом улыбается мне и душит. Я испугался. Смахнул его рукой и он исчез в воздухе. Начинаю все прокручивать в голове. Что это было? Я ведь не спал. Повернулся Коли. Так зовут мою маму. И вижу, что это чудо сидит на ней и улыбается. Потом он ткнул меня пальцем. И я упал как будто с дивана. Хотя спали мы на полу. Даже грохот был и боль в ребрах. Я встал возле окна и так и не сомкнул глаз. Следил, чтобы он снова не появился. Ждал того момента, когда мы уже покинем этот проклятый дом. С тех пор прошло уже 10 лет, как мы уехали из этого дома. Я стараюсь не вспоминать этих событий. А подруга моя так до сих пор там и живет. Странности в доме не прекратились. Но люди уже с этим свыклись. Редактор субтитров А.Семкин